Более 7,5 минут под водой без единого глотка воздуха. Открытый чемпионат Урала и Сибири по фридайвингу завершился в Первоуральске. Спортсмены из 11 городов приехали, чтобы побороться за награды. Наши корреспонденты были среди болельщиков. В какое-то время им наскучило обычное плавание, и они отдали себя экстремальному виду спорта – фридайвингу. Теперь им нипочем глубины морей и океанов. Кристина Косинковская из Екатеринбурга рассказывает, когда находится под водой, нередко представляет себя русалкой. Одна из дисциплин фридайвинга – ныряние в длину в ластах и правда напоминает сказочное существо. В этом соревновании девушка становится второй, проплывает под водой 115 метров. На другом этапе плавания под водой брасом устанавливает личный рекорд – 72 метра. А вот в первой дисциплине задержки дыхания в статике спортсменка не рассчитала свои силы и получила штрафные очки. И раз у меня на первой дисциплине случилась такая подножка, что сама себе устроила, и решила все остальное сделать в расслабленном состоянии. И как раз-таки это помогло, что вот эта расслабленность и неориентация на результат позволила следующей дисциплине сделать намного больше прирост, чем был до этого. О том, что спокойное состояние имеет большое значение, говорит и Анастасия Сомова, победительница соревнований в общем зачете. Волнение сбивает дыхание, а правильно дышать перед погружением в воду, пожалуй, самое важное во фридайвинге. В йоге это называется дыхание у джая, когда мы голосовыми связками перекрываем голосовые щели, такой шипящий звук идет. Я просто еще инструктор по йоге. Мы в фридайвинге, поскольку просто с закрытым носом дышать не можем, мы тоже самое делаем с помощью губ и зуба, мы прикрываем. И заставляем диафрагму работать немножко с усилием, это усиливает просто диффузию газа в легких и после этого кровь более насыщенная кислородом. Правильно дышать и держаться под водой Анастасия учит и свою пятилетнюю дочку. Виолетта мечтает стать подводной балериной, так она называет синхронисток. Мама научила и нравится потрясающий плавание. Даю ей удовольствие плавать, чтобы для нее вода была родной стихией, чтобы никаких страхов не было, чтобы от плавания просто получала удовольствие. В принципе, тоже, что от фридайвинга главное здесь расслабляться, удовольствие получать. Чемпионат Урала и Сибири по фридайвингу проводится второй год подряд. И оба раза его принимает Первоуральский дворец водных видов спорта. Условия полностью соответствуют. Здесь очень комфортно, здесь большой бассейн. Выделено достаточное количество дорожек и для выступлений, и для разминок. В целом условия, ну в плане там раздевалок, входной группы, здесь даже трибуны есть. В целом все полностью соответствует. Здесь удобно находиться зрителям, поддерживающим персонал, ну и соответственно спортсменам тоже. Для дворца водных видов спорта, для Первоуральска, большая честь и вместе с тем большая ответственность принимать соревнования такого уровня. 30 спортсменов, профессионалов и любителей соревновались по трем дисциплинам. И поставлен своеобразный рекорд в нашем дворце. Человек под водой, спортсмен из Среднеуральска, мог не дышать 7 минут и 33 секунды. Новые рекорды спортсмены настроены устанавливать и в следующем году. Третий открытый чемпионат по фридайвингу вновь готов принять Первоуральский дворец водных видов спорта.